Доброе утро! У нас хочется сказать весенний погожий денек на сегодня 16 февраля. Самый такой разгар, как будто бы зимних холодов должен быть, но выглянуло солнце, плюсовая температура в Риге. Мои птички распелись, раскричались, наверное, на улице тоже будут птички петь. Мне хочется прогуляться с утра пораньше, пока еще все спят. А у меня уже придуманы какие-то мои дела, и давайте, кому это интересно, ездим вместе. Все еще по привычке я одеваюсь. По зимнему очень тепло, потому что сложно перебраться так резко, чтобы поменялось что-то во внешнем облике. Единственное, поменялись духи с наступлением таких теплых деньков. Сегодня буду использовать Only You новой Зари. Они мне очень нравятся. У них вот на это время как раз замечательный такой аромат. И он хороший, стойкий, довольно-таки сильный, и мне будет достаточно трех пшиков, чтобы ощущать их целый день, кстати говоря. На самом деле очень долгоиграющие духи. Ну что ж, одеваю шапочку, беру сумочку, не забыть фотоаппарат, и вперед на солнышко. Видите, как оно освещает меня в прихожей. Внизу опять лед. Пойду медленно, осторожно. Заодно с утра, вынося мусор, есть время покормить птичек. У нас около мусорников все там оставляют еду. Так что, ну птички сейчас не спешат лететь к кормушке. У них в голове все мысли, наверное, о свиданиях, о строительстве гнезд. Потому что, когда такая погода, уже пора размножаться. Ну, это они так считают. Вы даже представить себе не можете, как мне нравится это утреннее время, эти утренние прогулки. Лет мне готова ходить хоть в 6 утра, когда уже светает, когда город еще не наполнен вот этой суетой. Пока еще все отдыхают. И вот весь ментальный слой города, он отдыхает. Пока люди спят, занимаются домашними приятными делами разными утренними. Мне очень нравится гулять, когда вокруг никого нет. Чувствуешь определенное пространство, свободу, наслаждение. В то же время ты среди людей. Тоже немаловажно. Не знаю, было бы мне сейчас приятно где-то в каком-то глухом лесу гулять. Наверное, нет. А в городе мне нравится. По таким небольшим скверикам, паркам. Кошка черная. Сейчас покажу вам. Вон бежит она по дорожке. Кошка. Бок немножко выдранный. Наверное, уже были какие-то первые драки. Кошачьи. Здесь когда-то старинное поместье. Сейчас как будто бы его начинают реставрировать потихонечку. Надеюсь, этот дом останется. У него богатая, интересная история. Ходят слухи, разговоры о том, что лет сто назад, может быть, здесь жили две немецкие баронессы. Сестры Эльвиры. От которых произошло название улицы Эльвирос в этом микрорайоне. И потом, во время войны, конечно, был немецкий штаб, потом публичный дом, потом детское или школьное рано и что-то еще. В общем, богатейшая история. Ой, так, не упасть бы, не поскользнуться. Вот, а теперь он уже много-много лет стоял такой позабытый, позаброшенный. Но вот немножечко начали его как будто бы приводить в порядок. Он так затерялся среди этих, конечно, новостроек, новых домов. Но свое место он здесь занимает по праву. Это хозяин этого района первоначальный. Когда-то здесь не было ничего, кроме этого дома. Это было поместье загородное. Как и многие старые особняки в этом районе, это загородное поместье. Потому что левый берег Риги, он был такой более дачный, скажем так, центр, находился на правом берегу. Ой, я вслед за черным котом, кто-то вслед за белым кроликом, а я вслед за черным котом пытаюсь тут пройти по этой очень-очень скользкой дороге. Поэтому пока отключусь, а то могу навернуться вместе со всем фотоаппаратом. Будет жаль. Кот пришел к своему, наверное, дому. Тут вороны за ним наблюдают. И птички поют. На лужах маленький тоненький лед. Но он скоро растает. Солнце его растопит. Очень весенняя сегодня погода, такая прекрасная, замечательная. А какая у вас сегодня погода? Рассказывайте. Что у вас творится 16 февраля 2019 года? Улица совсем пустынная, машин тоже мало. Хотя это центральная улица моего района. Идут навайчика. А поеду, наверное, на автобусе. Он сейчас останавливается тут же на трамвайных путях, что очень удобно. Идет в мою сторону. Беймонтус 41. Первый. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Мы вымыемся уже на Анимой Жизбульваре. Приехала я вот на этом автобусе 41. Очень удобно. И иду за своим заказиком. Эти высотки знакомы всем, кто живет в Эмонте. Единственные такие высоченные дома. Здесь же рядом торговый центр, реми, секонд. Ну и много всяких разных магазинчиков, в том числе и книжный, в который я направляюсь. Следующие мои дела потребовали перемещения на Курзенос Проспект, на котором мы сейчас и находимся. Сейчас я вам покажу. Это самое начало Эмонте. Эмонте 1. Иду в Дамы. Магазин Зинтерс. Хочу там купить этот полоскатель для рта, который я уже рассказывала, как он хорош. Потому что мы его опробовали и решили, что надо нам еще. Поэтому надеюсь, он там будет на месте. С левой стороной у меня здание бывшего радиозавода имени Попова. Здесь до сих пор остался, кстати говоря, фирменный магазин радиотехника. Вот он здесь. Интересно, что там продают. Неужели так много всего осталось? Или уже под эгидой этого знака продается что-то другое? Никогда не было в этом магазине. Поэтому не могу вам ничего рассказать. Погодка продолжает оставаться замечательной. Небо чистое и голубое. Настроение прекрасное. Утренняя жизнь города. Кто тоже выбирается в магазины. Кто-то едет по делам по своим, по всяким разным. А мы уже подходим к торговому центру Дамы. Весенние цветочки в магазине. Прямо ручки чешутся что-нибудь купить. Вот хризантема такая прелестная. Вот 79 гиацинты горшочков. Малциссы. Время тоже есть отдел бюджетной парфюмерии. Правда, выбор здесь не очень большой. Но есть кое-какие ароматы. Ларивы, Биэс. Иногда я сюда тоже подхожу, смотрю. Такой вот интересный аромат. Биэс, блоссом, медовый. Очень приятный такой травянистый медовый аромат. По скидке, кстати, сейчас искушение. На верхней полочке обнаружился еще один Биэс. Блоссом Гарден. Но этот мне понравился меньше. Кстати, к вопросу у Элизабет Орден. Сняла для вас про аромат Элизабет Орден, который у меня есть. Вот здесь зеленый чай за 9,99, пожалуйста. Вот это отдел уже в магазине Дрогос. Недорогих ароматов. Заинтересовала это ваниль. Ларивы. Довольно интересный аромат вот этот Наоми Тенбал, Претто Порте. Здесь он стоит, кажется, 17 евро. Но я думаю, что на сайтах можно намного дешевле купить. Зато здесь можно попробовать. Так, мои магазинные дела закончены. Не устояла все-таки от этого аромата Ларивы ваниль. Посмотрим, что это такое себе представляет. Покупка вслепую. Так, и жизнь оживляется. Птицы поют. Люди уже спешат по магазинам. А я домой. У меня следующие дела. Опять буду ждать трамвайчика, потому что полная сетка продуктов и всякого разного нет смысла идти пешком. Хотя хочется гулять невероятно. Всего за час я нагуляла 3000 с лишним шагов. И это очень хорошо. Пока стою на остановке, покажу вам вот этот дом на дороге. Вот этот. Почему показываю? Там продается квартира за, по-моему, 9000. Я потом посмотрю в интернете. Решила показать вам этот вариант. Потому что мне он кажется довольно отличным. Но с ценой немножко промахнулось. Не 9000, 14000, 250000. Но все равно немного довоенный дом каменный. На третьем этаже. Адрес Иманты с 1, линия 1. Ну, самое-самое начало Иманты. Вот этот дом с обратной стороны. Да, он может так выглядеть немножко потрепанным. Но это каменный, не деревянный дом. Можно сказать, в очень центральном месте. И что у нас там имеется? У нас там имеется хороший, по крайней мере, уже такой евроремонтик. И есть камин. Вы представляете, как здорово. У вас дома будет камин. Сама площадь очень небольшая. Но великолепная цена. Все коммуникации. Душ, туалет в квартире. Косметический ремонт. Печное отопление. Квартира освобождена. Земельная книга. Земля в собственности. Коммунальные платежи до 20 евро в месяц. Очень приятно. Ну, вот этот камин, конечно, впечатляет. Всегда хотелось иметь камин дома. Это возможно только в таких старых домах. Но все будет так, компактненько. Маленькая кухонька. Маленькая комнатка. Такая комнатка-студия даже, скорее всего, будет. Но согласитесь, в Риге за 14 тысяч, в общем-то, уже с евро каким-то ремонтом. Ну, или, по крайней мере, с ремонтом. И окна, стеклопакеты. И все, что нужно. Здорово. Мотайте на ус. У нас такое птичье оживление. Чайки кричат. Всякие воробушки чирикают. Солнышко сегодня даже греет. Не только светит. Хорошо, чтобы этот лед весь растаял. На газончиках уже растаял, а на дорожках прямо припечатался намертво. Думаю, меня ждет Мошенцея. Потому что она знает, что я всегда ей какие-то вкусняшки привожу. Да, Мошенцея? Вот такие. На этот раз это будут вот такие вот. Это вяленое мясо. Конкретно это, по-моему, сейчас посмотрим. Это куриное вроде бы. А есть утка, есть кролик. Вот такие штучки муха очень любит. Мошенцея. Хочешь вкусняшку? Тоже ушки прижала. Вкусняшки, вкусняшки. Ах, нет, скажи, я их буду закапывать. Их надо закопать на всякий случай. Вдруг они мне еще пригодятся. Конечно. Да чего милая собака. А я вам сейчас покажу небольшие совсем покупочки. Самое интересное оставлю на отдельное видео. И совсем небольшое количество покупочек. Но хочу поделиться, показать. Потому что это будут помады Дзинтерс марки. Они мне очень нравятся. Они недорогие. Особенно вот в серии Кредо. Они стоят евро с копейками. И достаточно неплохие. Такие приятные очень повседневные красивые цвета. Вот этот цвет сейчас на мне. Это 23 номер. И взяла еще 24. Он будет немножечко потемнее. Очень естественный. Очень красивый. Ложатся мягко. Может быть у них не сверх какой-то потрясающий аромат. Но они неплохие по качеству. И цена просто замечательная. Там же в киоске Дзинтерс взяла второй раз уже вот такой вот ополаскиватель для рта. Кредо Натур. Очень хороший. Вообще за уходом, за полостью рта написано так. Нужно буквально несколько, ну штук, 20 капелек на там четверть стакана воды. И если вы хотите лечить, то даже можно увеличить немножко дозу. И вещь великолепная, уже опробованная. Теперь уже и нами опробованная в нашей семье. Мне она очень понравилась. Даже какие-то там флюсы и сильные воспаления там помогают. Но только тогда надо уже точечно нанести. Вот. В общем, уже хвалила. Поэтому просто показываю еще раз. Поставлю сюда. И купленный вслепую такой вот ароматик лариевый. А где коробочка, куда я его положила? Ну вот, выбрала из коробочки и коробочку уже куда-то положила. Ну, коробочка же не самая главная. Самое главное, какой аромат. Вот. Ох, ей сейчас не понравится. Почти расстроюсь. Давайте нанесем. Ларива вообще польская фирма. Она неплохие делает вещи. Она часто, ну, как всегда, делает какие-то аналоги. Ваниль, но такая не совсем кондитерская. То есть не сладкая, не сладостная, а немножко с горчинкой. То есть это стручки ванили, скорее. А, в общем, не жалею. Очень даже интересная, надо сказать. Даже не знаю. Они делали как тоже аналог каких-то ароматов. Или просто такой самостоятельный решили выпустить ароматик. Ну, стоит он 4 евро. Так что можете попробовать. Если вы в реке, зайдите в магазин Дрогас. Я не знаю, в каждом ли магазине есть духи. Ну, вот там, где я была, в Дамма, там они есть. И, собственно, моя самая такая долгожданная, интересная покупочка. Это вот такие вот метафизические ассоциативные карты. Под названием «Она». Значит, тема будет в основном такая женская. Давайте-ка мы их откроем. Быстренько я вам покажу. Они предназначены для работы с самим собой. Ну, и, может быть, с какими-то своими подругами, с их проблемами, с их мировосприятием самих себя. И в этом мире. Здесь есть рисунки Кирдии. Здесь есть книжечка, каким образом использовать. Сегодня я такая, например. Вот карта просто, конечно, замечательная. Это вот такие чудесные будут рисунки. Просто удовольствие их держать в руках. Смотрите, какая прелесть. Я потом, наверное, подробнее вам буквально покажу все, расскажу. И вот давайте я выберу какую-то одну карту под названием «Сегодня я такая». Это очень хорошая система работать со своими состояниями. Чем они мне и нравятся. Не гадать кому-то там, а разбираться в первую очередь сама с собой. Когда разберешься сама с собой, можно кому-то помочь разобраться с его проблемами. Так, какая же я сегодня? Сегодня я вот такая. Не знаю, что это может означать. Здесь нет ни названий, ни обозначений. Но, очевидно, она... Как бы вы обозначили, сказали, такое состояние, если бы вы вытащили эту карту. Это такой ангелочек, который висит на веревочке с какими-то сушащимися вещами и тоже, наверное, сушит свои крылышки. Но главное, что небо вокруг голубое, и настроение, очевидно, у ангелочки хорошее, потому что он улыбается. Может быть, он просто так развлекается. Наверное, я просто так сегодня развлекаюсь. Итак, на этом прощаюсь с вами. Всего хорошего, прекрасных выходных, чудная погода. Гуляйте, не засиживайтесь дома. Удыхайте этот свежий весенний воздух и наполняйте себя энергией, счастьем, радостью и удовольствием. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok